мы были в татарстане в казани там один молодой человек сказал мне свою историю историю духовного становления там и рождение было то что за этим последовало и вот он буквально спустя два дня его просил написать эту стране и написал вот здесь один интересный фрагментик относительно агенты в той темы которые мы вяло текущие разбираем уже до долго долго я думаю ничего нормально взяла но со смыслом и вот он следующее написал в марте 2014 года форуме на страничке сергей данилова там оказывается наши записи есть на какой-то страничке сергей данилов я наткнулся на аудиозапись выступление клюева на тему проживая агенду матери я начал ее слушать через некоторое время у меня перехватил дыхание с глаз потекли слезы и осознал что именно то что я искал последние годы дослушав агенда я скашал запись пути сознательной духовной эволюции начал слушать ее прослушав минут пять подумал что это то же самое и собирался уже закрыть проигрыватель как друг из ниоткуда внутри меня даже не в голове появился нутные знания что надо слушать дальше я стал слушать и уже через полчаса понял что в этой записи все еще точнее полнее чем в агенде опять перехватил дыхание потекли слезы прослушивая записи я попросил бога чтобы он обратил на меня внимание было это на работе вот такой момент с агендой связанные с аудиозаписью и там не за рулем слушала на работе но на работе можно на если работа не связана там с каким токарным станком там еще чем да такая интересная деталь по поводу агенда но мы слушаем в живую на агенду продолжаем я всегда говорила что есть два вопроса где будущее мне никогда не открывают 1 какой точно будет первая форма супраментальной жизни на земле то есть ступень который последует за человеком таким как он есть сейчас подобно тому как ступень последовала все за животными и какой будет ступень который последует за человеком за который возможно тоже предначето на исчезнуть вот такие вопросы она задавала но ответа на них не получала действительно нас дается вопросом о новой видимой внешней форме которую будет иметь первое супраментальное существо который появится на земле но господь оставляет этот вопрос открытым и я думаю что это не случайно что это не случайно процессе работ на пути сознательной духовной эволюции не надо строить в уме никаких моделей моделей того что должно с вами произойти в противном случае в поисках предполагаемой модели в ожидании и реализации вы неужбежно кажется в тупике вы же не знаете что вы придумаете думаете будете думать что это так будете ждать что это должно произойти на самом деле может все быть не так вот поэтому напряженное сознание сознание ожидающие на выпадающие из реального времени это сознание которое не меняется и не эволюционирует а потому самый простой способ в работе на пути сознательной духовной эволюции это придать себя в руки божественной силы и дать ей возможность делать с нами что она считает нужно просто ведь смотрите как просто ничего не надо думать никаких моделей строить ничего придумывать никого не просить и она же безошибочно проявит вас новую жизнь абсолютно без ошибок это самый простой надежный способ оказаться там где вы должны быть следуя всевышней воли который вы предаете а что касается видимых или зримых телесных проявлений в процессе обретения жизни вечной то мудрый господь счел нужном скрыть их от глаз невежественных людей переместив всю созидательную работу внутрь в кокон физического тела на гибрационный уровень на субатомный уровень ведь он туда работу погрузил там происходит изменение сознания все за этим следующее все вытекающие именно оттуда мудро он поступил конечно мудро замечательно похоже переходной формой от обычной человеческой жизни в невежестве к супраментальной жизни жизни в ведении в божественном ведении будет внешне обычный человек обладающий супраментальным сознанием сознанием который функционирует в режиме сверхсознательной психической деятельности или сверхсознательной спонтанности и взаимодействует это сознание с окружающим мир совершенно по-новому не так как наш ментальное сознание то есть старая оболочка тело просто инструмент этого высшего сознания высшее сознание супраментальное существо на тонком плане который проявляется на указ управляет во всей нашей жизни вот а новая видимая супраментальная форма тела окончательно проявится на земле только в результате квантового скачка эволюции по всей видимости от будет только тогда когда изменится материальность планеты явится новая земля новые небеса и новый человек а так все скрыто но достаточно явно в проявлении взаимодействие с окружающим миром ясно так что мы сразу наверное можем скакнуть из 5 раз и в седьмую хорошо вот здесь уже на земле реализовав вот то что скрытой и вот та скрытая 6 раз она может быть вот там внутри а вот это первый баллопа затем другой вопрос то есть на который мать не получает ответ я пытался дать на него ответ но это мое мнение вот что будет именно так это скажете вот матери господь не дал ответа вот мне он дал я не предвижу никаких моделей как что же со мной должно произойти я просто скажу из реальность то что происходит я это анализирую отсюда делаю вывод она пыталась представлять что-то я ничего не представляю затем другой вопрос более личный может ли трансформации этого тела зайти так далеко чтобы можно было сколь угодно долго продлевать его существование или же работа клеток будет отчасти растрачено впустую очень болезненный вопрос который задает мать от наиболее болезненный вопрос для нее на которой она так и не получила ответа господа так вот она задается вопросом успеет ли она до ухода из физического тела выполнить всю необходимую работу по супра ментальной трансформации или все надо будет начинать сначала но уже в следующем воплощение вот этот вопрос и очень волнует ну мать можно понять сознательную работу по супра ментальной трансформации она начала довольно поздно в преклонном для тела возрасте душа то возраста не имеет но тело имеет все таки возраста и вопрос времени отпущенного ей господом на эту работу и и продолжает волновать так вот если вы абсолютно искренне в своем выборе полностью доверили всевышней воли то господь непременно позволит вам довести трансформирующую работу до логического конца продлив существование физическом теле до известных ему и только ему пределов поэтому этим вопросом тоже не задавайтесь если вы делаете все правильно так как полагается может это время существенно увеличить именно ради этого они просто чтобы вы прокоптили небо здесь и занимались непотребствами всякими понятно да так что не спешите туда но будьте готовы всегда да хоть сейчас так вот необходимо дальше она продолжает чтобы это тело было доведено до максимума своего развития и использование клеток чтобы быть сознательно пропитанным высшими силами то что делается у меня сейчас и это до максимума его возможностей ну наше смертное физическое тело напитанное вибрациями супраментальной силой погруженное в новую энергообменную среду действительно достигает пик своего эволюционного развития то есть максимально возможного то что может в нем произойти на плотном материальном плане бытия становясь в конечном счете послушным инструментом этого нового супраментального сознания с утончением физиологических и обменных процессов а это неизбежно происходит тело получает максимум оздоровления можно это назвать максимум оздоровления что невозможно достичь никакими иными средствами материальными кроме того наш ущербный биохимический иммунитет сменяется духовным или вибрационным иммунитетом который надежно защищает организм от вторжения возбудителей всевозможных инфекций вирусов и бактерий то есть вибрационный иммунитет это великая вещь в клетке не способна проникнуть болезнетворные вирусы и микробы только хорошие да есть же хороших вирусов микроб есть который в малых дозах поддерживает биохимический иммунитет вот когда мы говорим о сезонных простудах я не говоря об эпидемии всяких гриппозных и свиных там голубинах или птичьих гриппах то есть некие сезонные недомогание весна осень это как раз прививка естественное когда в тесном симбиозе живущим нас бактерии или вирусы они немножко так сказать нас встряхивает для того чтобы иммунитет поддерживался на должном уровне биохимический иммунитет ну где-то течение недели два раза в год мы бываем обязаны и такие недомогание испытывать не то что что-то ужасное с температурой такие процесс об этом тоже напомнить и если обитающие в этом теле оживляющее это тело сознание имеет требуемое качество в достаточном количестве она естественно должно быть состоянии в максимальной степени использовать способность этого тела к трансформации это соответствовало бы тому что шри варабинда называл продлением жизни по желанию на неопределенно продолжительное время у него такой термин есть продление жизни по желанию да вот сейчас если всех спросить вот половина согласится продлевать жизнь по желанию или скажет лучше сейчас ну вот так половина человечества вот анкетка такой вот раз да все такой вопрос не задавали но и не надо чем такие глупые вопросы задавать так вот мать вновь и вновь строит модели каким должен быть процесс трансформации физического тела и может лет процесс растягивается во времени на большие сроки на продление жизни по желанию хочу живу хочу нет вот сейчас живу а потом не хочу надоело на бывает что вот вечером надоедает жить а утром снова хочется да ошибешься а потом уже назад так вот традиционной егической практике подобный вариант сознательного продления жизни на медленного оставления тела считается возможным что йог может там уйти в самадхи когда он захочет ушел и из тела умер ну по желанию до считать что это возможно но мать можно понять она идет абсолютно неизведанным путем ее опцию про ментальной трансформации в самом разгаре вопросов у нее больше чем ответов на этом пути масса всяких вопросов от нам сейчас попроще мы уже знаем кое-что знаем эту схему знаем эти этапы для нее это было непонятно и больше вопросов чем ответов однако при этом неизменно требуется сохранять позицию абсолютного доверия господу и в качестве наблюдателя быть готовым ко всему что будет с вами происходить вот эта позиция должна сохраняться постоянно а любое модельное представление о будущем что там должно быть и как это должно быть тормозит процесс трансформации который прописан свыше он уже есть вы его придумать не можете он просто идет под воздействием этой силы согласно . тем этапам которые уже заложены в этом самом процессе он есть уже он запрограммировал но при нынешнем состоянии вещей здесь похоже должен быть переходный период говорит мать когда сознание должно было бы перейти из этого тела в другое лучше подготовленной физически не внутренне в этом случае нужно было бы сменить тело вот у нее уже пошли серьезные заскоки на эту тему ну я имею ввиду модель идет дальше то есть своих умственных ментальных представлениях мать пошла еще дальше является возможная смена физических тел вот одно сознание меняет или одна душа или психические что меняет физические тела здесь на земле это чем попахивает оккультизмом до тело донор там и еще как-то это уже оккультный такой элемент оккультный элемент вот чтобы окончательно уже в другом теле произошла супра ментальная трансформация свет снова и сознание туда и там продолжается этот процесс то есть она предполагает что хозяин нового сознания будет вселяться в другие более здорово и менее возрастные тела чтобы иметь возможность довести начатое ею дело вот ну тем кто начал пионером эволюции дел до конца то есть менять тела а это уже чистого оккультный вариант не сулящий ее и его идеологам ничего хорошего нам это чуждо но переходить с оккультной точки зрения это вещь известная говорит мать переходить нужно не в тело которое должно родиться в телу же сформировано это будет нечто вроде отождествления психологической личности тела которые меняют и тело приемника это слияние психических личностей это возможно я знаю как это делается но необходимо устранить его до устранение его необходимо вот она пошла уже куда далеко вот я знаю людей которые ну с оккультным шлейфом приходят сюда на землю знаете шлейф такой из прошлого вот они в агенде вот это видит для них вот эти вот вещи это прям но слюни у них текут вот поэтому поводу куда переселиться до найти же ту какой-то вот туда помоложе там посильнее поэтому я вообще упреждаю все эти вещи я не случайно взялся комментировать агент все что там нужно и важно вот как раз мы рассматриваем а то что это катя ну подлежит запрету на тоже об этом знать правильно то есть она это прекрасно знает что это можно сделать ну и такие фокусы оккультиста делают но будет нужно устранить его итог тогда это переход возможно семей за плечами могучие оккультное прошлое она говорит о возможности пересадки нового сознания из исчерпавшего себя в плане физического здоровья старого тела ну физическое здоровье подточено давай-ка сознание переселим в новое тело сформированное тело что делать с той личностью который владеет этим новым телом чё с ней делать куда ее выгонять а с ней то чего делать вот вопрос заходит тупик и тут мать видит оккультный выход слияние двух личностей и вот сольемся и хорошо это что шизофрении да как это называется но такие бывают случаи одержания развоплощенное сознание но может подселиться кому-то человек со слабой воли со слабым эго чтобы не было этого туда и подселиться эти хитро она придумает однако при этом нарушается вот в этом случае нарушается принцип главный принцип божественной жизни на всю волю господа самодеятельности нашей быть не должно если он захочет переселить или как-то сделать он это сделает понятно вина без нашего участия никакой воли личной это процесс протекающий абсолютно без участия яга все должно быть естественным только одно тело и только одна психическая личность участвует в процессе эволюционной трансформации никаких оккультных фокусов одно тело и одна личность далее она продолжает переход от этого творения к супер ментальному творению тела это то что неизвестно этот переход от одного к другому а как ну в конце концов мать по-видимому приходит правильному выводу что не надо фантазировать а надо просто работать положившись на всевышней воли а там будь что будет шли евробинда возможно что раз начавшись это начинание супер ментальное не будет продвигаться быстро может быть потребуется многовековые усилия прежде чем сможет родиться нечто постоянное но это вовсе не обязательно похоже что принципом таких изменений в природе является долгая скрытая подготовка за которой следует быстрое объединение и устремление элементов новое рождение резкое преобразование трансформация которая своей сияющей мгновенностью производит впечатление чудо ну вот в этой фразе вот в этом абзаце который я сейчас прочитал штиуробинда по сути склоняется квантуму скачку эволюции квантум скачку эволюции как наиболее вероятной форме проявления на земле новой материальности супраментальной материальности когда изменится но взрывным образом материальность планеты и появится новое творение а сейчас действительно идет скрытая подготовка грядущих взрывных изменений где роль сознательно эволюционирующих людей то есть роль нас с вами имеет первостепенное значение во первых как проводников или ретрансляторов супраментальных вибраций на все связанные с нами планы сознания связанные через наши центры энергетические да но как ретрансляторы проводники выступаем вот а во вторых как активных представителей сил света на тонком плане бытия то есть катализаторов эволюционного процесса вот это наш с вами роль и мы с момента переселение в новое супраментальное тело но и тонкое вибрационное тело уже встраиваемся в общий эволюционный процесс вот в таком качестве обязательно встраиваясь для ура бенда считает что взрывной очистительный катаклизм призванный породить новую жизнь и огненный катаклизм в котором о котором говорит спаситель своих откровениях своей сияющей мгновенностью произведет впечатление чуда так вот останется ли при этом земля в своем материальном облике вполне вероятно останется как мертвая планета земля вот то что мы понимаем под землей до мертвая планета лишенной органической жизни а божественная жизнь преображенного земного человечества продолжится на ином плане бытия на тонком плане бытия в какой-то параллельной пространственно-временной структуре параллельной существованию земли ясно под новыми небесами а что будет с теми людьми которые не выполнили ко времени квантового скачка эволюции своего земного предназначения с теми кто не обрел жизнь вечную мы не будем гадать но я в этом абсолютно уверен что у господа еще раз подчеркиваю безотходное производстве они вероятно с потерей памяти направиться туда где ему готово место для дальнейшего развития мы же неоднократно с ли память сюда возвращались и ничего до сих пор живы мы все мы постоянно находимся в состоянии разложения все вся жизнь все время находится в состоянии разложения трансформации вся пища которая мы поглощаем все это постоянно в состоянии разложения не является ли для физического мира все что мы называем жизнью и смертью просто феноменом аналогичным феномену разложения ассимиляции трансформации происходящему в каждом живом существе действительно все на нашей земле находится состояние постоянного разложения или деструкции разрушения любая органическая жизнь неизбежно через процесс старения заканчивать смертью а природа исчерпавшая свои возможности эволюционно оказывается бессильный в своих безуспешных попытках провести принудительную трансформацию смертной жизни ничего не получается принудительным путем напротив идет разрушение от свидетельствует об окончании стадного этапа эволюции и начале принципиально нового этапа когда дальнейший эволюционный прогресс возможно только при сознательном участии эволюционном процессе духовно одаренных людей духовно одаренных индивидов которые будут сознательно в сотворчестве с божественной силой этот процесс поддерживать и соответственно они становятся возможными и им представляется возможность через последствия еще раз повторяю энергетических центров тонких которые в каждом из нас присутствует трансформировать или ретранслировать эту вибрационную силу во все царства природы в животные в растительные минеральные тоже пробуждая к новой жизни все царства природы должны подвергнуться влиянием этой трансформирующей силы у меня появилось впечатление что я нахожусь довольно далеко от своего тела я нахожусь сознание очень-очень разреженным очень разреженным ну находиться довольно далеко спи своего физического тела означает полностью пребывать в новой тонкой вибрационной структуре состоянии абсолютно энергетической прозрачности это ощущение что находится далеко-далеко или то что ты называешь собой находится далеко-далеко от физического тела потому что с тончайшими струйками от энергии растекается куда-то в беспредельность при этом возникает очень странное ощущение что ты везде и нигде ранее даже предположить такое было невозможно что такое может быть в ощущении себя этом новом качестве вот а тут тут вполне реальное чувствует этому не удивляешься не удивляешь потому что это привычным для тебя становится это как постепенно ты диагностирует себе что ты где-то везде и ты теперь становишься частью частью океана всеобщего сознания и эта часть разливается где-то далеко-далеко в беспредельности вот это ваше новое вибрационное волновое состояние нисколько не противоречит математической и физической модели вашего тела согласно рассчитанной согласно вот той самой волновой функции для электрон атома и прочих элементарных частей стрёдингеровые функции то есть это все нормально то есть мы с физикой высоких энергий вполне согласуемся в этом новом качестве что нет никаких противоречий да нет хорошо то есть мы по сути становимся чувствительным прибором который вот эту волновую функцию ощущает как самого себя то вам сказал что вы ощутите себя как волновую функцию не поверили бы никогда ведь оказывается это можно все возможно и при этом тело действительно выглядит расширенным растекающимся это в пространстве это беспредельность все это уходит да такое ощущение мое ощущение таково что существует только одна единственная вещь установить контакт привести божественные вибрации в контакт с материей это единственно реальная вещь ну здесь понятно что мать очень четко прочувствовала что единственная реальная вещь способная высвободить из материального плена носитель жизни вечно это восстановление стойкого контакта супраментальной силой на клеточном уровне на субклеточном уровне когда такой контакт установлен то при условии абсолютной ровности во всех частях вашего существа это витальная ровность ментальная ровность и телесная ровность на клеточном уровне когда клетки спокойно абсолютно не понят пораженческими настроениями вот этой ровности абсолютной и выполняется работа по супра ментализации материальных структур и выполняется работа этой силы супра ментальной автоматически и все остальное становится лишь делом времени то есть во времени процесс развивается и все что до этого происходило с вами на пути сознательной духовной эволюции это установление стойкого контакта с нисходящей силой раскрытие энергетических центров выход индивидуального сознания во всеобщее духовное рождение продувка энергетических каналов это все лишь грандиозные при люди к супра ментальной трансформации все эти промежуточный этап это при люди начинает самое главное на телесном уровне на субклеточном уровне с точки зрения божественной работы важно быть в том состоянии в котором я нахожусь это очень особенное состояние когда вибрации вибрации материи приведена в контакт объединена она единость божественная вибрация все прочее нереально когда телесная материя начинает напрямую контактировать супра ментальной вибрации то действительно очень особенное состояние состояние такой тихой неизъяснимой благодать тихая благодать которая вас не покидает не радость фонтанирующие не какие-то там перепады настроения постоянно тихая благодать постоянно уже не что ее не может нарушить у нас все время были какие-то до контрастное состояние то более яркие состояние радости там экстатические состоянии могли быть потом депрессивные на вещи а тут очень ровно и абсолютно стабильное состояние такой тихой благодать ничем не истребимой вот эта новая структура в которой находишься она дает о себе знать это благодать и вот этим распространением везде и нигде и все это стабильный очень состояние его не нельзя ничем нарушить и уже нельзя с какого-то момента не чем дестабилизировать вот это новая жизнь по сути плюс еще ко всему абсолютно спокойная уверенность целесообразности всего происходящего согласно воле всевышним и это единственная воля которая вас теперь реализуется это особенное состояние в ощущениях становится для вас конкретной материальной реальностью реальностью единства с божественным которую невозможно инициировать или вызвать никаким из существующих методов методов тут бессильно это просто состояние которым ты оказываешься люди то думают наивно полагаю в духовные рабочие надо метод какой-то использовать чтобы какие-то ощущения необычные духовные там проще божественные получать да тут никакого мет не надо это вот то что становится для вас реальностью метод использовался когда-то на самом начальном этапе работы когда мы устанавливали контакт с нисходящим потоком потом метода не нужен он перестает существовать в ней перестал существовать давно основной метод после открытия поток это абсолютное доверие ему абсолютное доверие от силы другого метода нет вы просто наблюдатель того что с вами происходит просто все проще трудно придумать что-то ты придумать ничего не надо теперь